Всем привет! Дети выдают прогноз на матч 8 тура АПЛ Брайтон-Берли. Встречаются 16 и 20 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды поровну играли на обе забьют да нет и 7 раз на тотал меньше. Чаще всего команды в очных играх играли в ничью 6 раз в последних 10 матчах. Брайтон не побеждал Берли на своем поле в последних 4 матчах. Последние 3 очные матчи этих команд прошли на обе забьют да. Как видим в очных матчах команды чаще играют в ничью и чаще низовые матчи. Брайтон давно не побеждал Берли на его поле. На своем поле. Статистика команд. Брайтон в последних 10 матчах 6 раз играл на обе забьют да и 7 раз на тотал больше. Брайтон не побеждает в последних 6 матчах. Берли в последних 10 матчах 6 раз играл на обе забьют нет и поровну на тотал меньше больше. Берли без побед в последних 6 матчах и не забивал в последних 3 матчах. Как видим, Брайтон чаще играет результативно, и забивая, и пропуская. Берли играет нейтрально в плане результативности, но часто нулевые матчи. В предыдущем туре Брайтон проиграл в Лондоне шпором 1-2. Дважды за гостей играла стойка ворот, причем во втором случае Кейн умудрился засадить штангу с полуметра. Победу в своей команде принес точный удар Бейла, которого неосмотрительно оставили одного в опасной близности от ворот, и Гарретт без проблем пробил точно головой в угол. Берли без вариантов проиграл Челси 0-3. Челси полностью переиграл хозяев, хотя первым счетом могли открыть как раз именно хозяева, но не реализовали выход один на один. В дальнейшем пенсионеры полностью хозяйничали на поле и забили на поле, но последнее взятие ворот судья отменил по причине офсайда у Жеру. Берли идет на последнем месте, у команды явный кризис. Брайтон смотрится чуть лучше, но тоже не без проблем. Исходя из текущего функционального состояния команд, Брайтон имеет больше шансов на успех, тем более, что Чайки давно не побеждали Берли на своем поле. Ставка 1х на этот матч выглядит очень надежной, но имеет малый коэффициент. Берли не забивал в последних трех матчах. Брайтон только в одном матче не пропускал, обыграв 3-0 на выезде Нью-Касс. Дома Брайтон взял только одну ничью 1-1 с ВБА. В норме эту игру должны выиграть хозяева где-то в районе 2-1. Берли должен бы забить гол. Защита Брайтона не являет обращившись надежности. Худо-бедно, но гости должны бы не мытьем, так катанем забить гол. Из связки ставок тотал больше 2,5, и обе забьют до победы хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2-0-2. На победу хозяева 1-92, на обе забьют до 1-82. Если выбирать одну ставку, то вариант с обе забьют до, выглядит наиболее вероятным. А поскольку коэффициенты на все варианты не сильно разнятся, вполне логично будет взять самую ожидаемую ставку. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Верифицированную статистику прогнозов Дядь Юры можно посмотреть на сайте BetHub. По состоянию на 4 ноября статистика имеет следующий вид названия рассылки, показанных вверху справа. Только прогнозы на АПЛ, Лигу, РПЛ и серию А. Дядь Юра благодарен всем, кто уделил несколько минут своего времени на его картавый прогноз. И будет на седьмом небе от счастья, если сочтете нужным, порекомендовать его канал своим знакомым в соцсетях. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова